Образование сегодня придают огромное значение. Благодаря людям, сидящим в зале, мы по праву можем им гордиться. По итогам прошлого года 13-11 классников получили 100 баллов по ЕГЭ, 114 выпускников закончили школу с медалью за особые успехи в учении и 5 школ округа вошли в топ-100 школ Подмосковья. Каждый год появляются новые идеи, которые становятся частью образовательного процесса. В этом году самое главное то, что предмет ОБЖ будет называться основой безопасности, жизнедеятельности и защиты Родины. Это важный блок, которого раньше не было. В литературу возвращаются классические литературные произведения советских авторов. В географии будут рассказывать о присоединенных новых территориях. И уникальная, на мой взгляд, внеурочная деятельность, которая будет в этом году впервые, это семья ведения. Депутат Государственной Думы Геннадий Панин затронул ряд важных вопросов, которые волновали педагогов. Возвращаем в образовательный процесс и трудовое воспитание. Одно из самых частых пожеланий на встречах с учителями был запрет на использование современных мобильных устройств. С 1 сентября это также вступает уже официально в силу. Глава Орехово-Зуйского округа Руслан Заголовацкий подвел итоги работы по реализации государственных программ по капитальному ремонту и строительству новых школ. 2 сентября мы открываем три, можно сказать, совершенно новые школы, чей внешний облик и внутреннее наполнение стали неузнаваемыми. Дресненская школа номер один, Гемельский лицей, Давыдовская гимназия. Не буду скрывать, что для нашей команды одним из ожидаемых событий этого года было открытие новой Морозовской школы, потому что проект был очень амбициозным, уникальным. Смело могу сказать, что таких школ в Подмосковье пока больше нет. Помимо этого озвучили и планы по капитальному ремонту на следующий год. Он будет проведен в четырех школах округа и в одном детском саду. Все это будет реализовано благодаря президентской программе и народной программе партии «Единая Россия». В ходе конференции лучшие педагоги были отмечены наградами Государственной думы, знаками, благодарственными письмами Мособлдумы, а также грамотами Министерства образования Московской области и администрации Орехово-Зуевского округа. Отдельного внимания были удостойны президент Государственного гуманитарно-технологического университета Надия Юсупова, который отмечает 50-летнюю годовщину своей деятельности в этом году. Слова благодарности также прозвучали и для директора Куровской гимназии Галины Щербаковой. Ее педагогический стаж 47 лет. Из них 32 года она проработала в должности директора гимназии с момента ее образования. Она приняла решение уйти на заслуженный отдых. А младых специалистов, выбравших для себя благородную и ответственную профессию педагога, приветствовали бурными аплодисментами.